Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Наталья Юсупова. И в начале выпуска коротко о главном. 100 свечей в память о жертвах. В республике отмечают 149-ю годовщину окончания Кавказской войны. Этана как приоритет. В Минэкономразвитии сегодня обсуждают строительство завода чистых полимеров. Лето с пользой. Оздоровительные лагеря и санатории Кабардино-Балкарии готовятся принять более 25 тысяч детей. Кабардино-Балкария вместе с адыгами всего мира отмечает 149-ю годовщину окончания многолетней Кавказской войны. Печальные события того времени мы осмысливаем сейчас, чтобы, усвоив горькие уроки прошлого, строить достойное будущее. И сегодня к жителям республики обратился глава КБР Арсен Коноков. В обращении говорится, что в этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, защищая отчий край. Склоняем головы перед памятью всех жертв Кавказской войны. Вопреки невзгодам и превратностям судьбы адыгский народ не исчез. Выстоял, сохранил высокий духовный и созидательный потенциал. Коноков подчеркнул, что, оглядываясь назад, наряду с трагическим, мы не должны забывать и значимые, наполненные позитивным содержанием, страницы истории русско-адыгских отношений, которые установились задолго до Кавказской войны. Вхождение в состав российского государства помогло выстоять в борьбе с иноземными завоевателями, спасло народ от уничтожающей междоусобицы и бесконечных войн на Кавказе. Благодаря этому судьбоносному выбору он сохранил свое место в мире, свою любимую землю, язык, культуру. И сегодня в единой многонациональной семье народов Российской Федерации уверенно строит новую жизнь, отметил глава республики. А в Нальчике сегодня состоялось шествие молодежи. Оно, как и планировалось, началось в 10 утра. По проспекту Ленина проехали всадники, одетые в национальные одежды, и прошли пешие. Сейчас сюжет готовится к эфиру, вы сможете увидеть его чуть позже. Ну а мероприятия, посвященные годовщине окончания Кавказской войны, начались еще накануне вечером. На площади Свободы в Нальчике по традиции прошел концерт адыгской музыки. Здесь же зажгли 101 свечу. Именно столько лет длилось противостояние. О памяти мой коллега Осман Казаков. Песня «Плача дыков. Пусть в Стамбул» в этот вечер звучала не раз. В течение двух часов на площади Свободы на импровизированную сцену выходили вокальные коллективы республики. Все песни посвящены трагическим событиям 149-летней давности. Это из такого стихийного события отдельно взятых общественных организаций превратилось в событие, которое для всех народов, живущих здесь, в Кабардино-Балкарии, стало и единым днем траура, поддержку адыгского, черкесского народа, память о тех, кто в те далекие годы свою жизнь, свою голову сложили во имя защиты своего отечества или оказались на чужбине. Сегодня представители черкесского народа разбросаны по всему миру. За рубежом проживают несколько миллионов. Памятные митинги сегодня проходят и в странах с многочисленной адыгской диаспорой. Кстати, в этот раз впервые раздавали поминальные лакумы. Мы не должны забывать наши корни. Такого рода акции, они помогают нам помнить о том, кем мы являемся, нашим историей. У древа жизни зажгли 101 свечу, по одной на каждый год войны, что длилось больше века. Осман Казаков, Азамат Абухов, Вести, Кабардино-Балкария. А в эти минуты в Нальчике продолжает свою работу международная конференция по проблемам исследования государственно-правового развития народов Кавказа. Форум приурочен ко дню памяти адыгов, жертв Кавказской войны. Участники, ведущие юристы и ученые Северного и Южного Кавказа, представители государственных и общественных организаций Кабардино-Балкарии. Подробнее о конференции Муса Коков. Минута молчания в память о жертвах Кавказской войны. В день ее окончания ученые-правоведы собрались в Нальчике, чтобы обсуждить принципиальный вопрос метода исследования государственного развития народов Кавказа. Это только на первый взгляд кажется проблемой исключительно теоретической, отметил, открывая конференцию президент МЧА Каутиса Хрока. Искренне поблагодарить всех тех, кто сюда приехал, и издалека, и всех тех, кто заинтересован не только в этот день, но занимается и обычные дни тем, чтобы изучить глубже нашу историю. Только что мы с нашим гостем отоменивались, без глубокого знания нашей истории, без того, что мы сохраним язык, мы никогда не сохраним своей красотой. Общественный строй народов Кавказа во все времена поражал исследователей разнообразием форм. Его эволюция зависела от многих факторов – климата, форм хозяйствования и быта, внешнего воздействия. Сегодня, когда Запад называет Кавказ зоной своих стратегических интересов, геополитическое значение региона значительно возрастает. Опыт же государственно-правовой истории народов Кавказа, считают участники форума, может и должен помочь пониманию происходящих здесь процессов. Существует множество точек зрения на вопрос о том, как развивались исторические события, а факты одни, поэтому мы хотим сегодня порассуждать. Может быть, дело в нашем мышлении, может быть, надо в нем разобраться, правильно ли используются исследовательские методы, технологии применяются, правильно ли. В общем, вот этот аспект проблемы нам представляется очень важным. Правовое наследие народов Северного Кавказа – сравнительно новая исследовательская тема. Ее обсуждение участники конференции продолжат на заседаниях круглых столов завтра. А сегодня, за заслуги в изучении истории адыгского народа президенту Ассоциации юристов Кавказа Дамиру Шапсукову вручили почетную грамоту и специальный знак МЧА. Печальная весть. Накануне вечером ушла из жизни ветеран республиканского телевидения, режиссер Людмила Строкун. Она пришла на ТВ в 62-м и проработала здесь более 40 лет. Она до последнего дня не просто жила, болела телевидением. Она звонила в редакцию, указывала нам на ошибки, советовала, хвалила за успехи. Русская девочка из Чувашии, она случайно попала в Нальчик. Ехала в Казань, в поезде встретилась с супружеской парой из Кабардино-Балкарии. Они так вдохновенно рассказывали о своем городе и горах Кавказа, что комсомолка Люда твердо решила, она хочет там жить. Потом часто говорила в шутку «мою судьбу» решили кабардинцы. Она считала себя счастливым человеком, потому что всю жизнь не шла, бежала на любимую работу. Телевидение всегда пользовалось каким-то вот не просто успехом, а уважением. У нас было все просто, все интересно. У нас была очень хорошая группа инженеров, техников. Вот так было. Мы просто очень любили свою работу, мы болели телевидением. И, наверное, это нас спасало. Начинала помощником режиссера, потом была ассистентом и, наконец, стала самостоятельным режиссером. Долгие годы Людмила Строкун работала в общественно-политической редакции. Программы снимала по всей республике. Очень гордилась тем, что ей удалось рассказать зрителям о сотнях замечательных людей, политиках, ученых, литераторах, рядовых тружениках. Она была легким, светлым, никогда не унывающим человеком. Умела радоваться жизни и успехам коллег. Больше Людмила Яковлевна в редакцию информации не позвонит. Продолжаем выпуск. Сегодня же Министерство образования и науки КБР озвучило программу мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры. По традиции отмечают его 24 мая. Учащихся школ будут знакомить с интересными историческими фактами возникновения языка, расскажут о развитии славянской письменности. Основная цель мероприятия – воспитание любви к русскому языку. При проведении открытых уроков и других мероприятий используется материал, разработанный Московским государственным гуманитарным университетом имени Шолохова, другие научные работы. Уроки организуются при взаимодействии с работниками библиотек, а также работниками Русской Православной Церкви. О других новостях. Силовики Кабардино-Балкарии ведут поиск лиц, ночью совершивших нападение на военнослужащего. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД по КБР. Предположительно, вооруженных преступников было двое. По данным информагентств, Таймураза Абазова, житель оселения Дугулубгей, проходившего службу по контракту, расстреляли возле собственного дома. В результате полученных ранений он скончался в Баксанской городской больнице. В республике введены в действие сигнал «Вулкан-4» и план «Перехват». Ход строительства завода чистых полимеров «Этана» обсуждают сегодня в Минрегион развития России. Кабардино-Балкарию на совещании представляют министр строительства и архитектуры Артур Мамиев и генеральный директор компании Сергей Ашинов, сообщает пресс-служба Минэкономики республики. Напомним, это самый крупный промышленный инвестпроект Северокавказского федерального округа. В Москве делегация КБР представит отчет о ходе создания инфраструктуры завода, а также о начале строительства производственных объектов. Мощность предприятия по изготовлению термопластика, пищевого и текстильного назначения – около 500 тысяч тонн в год. Уже привлечено почти полтора миллиарда рублей на создание инфраструктуры предприятия. Одностороннее движение введено на отрезки улиц Мечникова от Толстого до Ахохова. Такое решение приняла администрация Нальчика по согласованию с ГИБДД. Данная мера должна уменьшить количество заторов на перекрестке Толстого и Пачева, объясняют автоинспекторы. Данная мера позволит исключить заторовые ситуации и улучшить пропускную способность транспортных средств. Так как данный участок дороги очень загружен, прилегающая территория – это центральный рынок, большое количество транспортных средств ежедневно прибывает на данную территорию. Вот эта мера нам позволяет сейчас в данном случае исключить заторовые ситуации. Нарушителю новых правил проезда на этом участке грозит штраф в 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. 25,5 тысяч детей отдохнут этим летом в санаториях и детских лагерях Кабардино-Балкарии. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Минтруда и соцразвития. В первую очередь путевки смогут получить сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Для них отдых бесплатный. В сутки на содержание одного ребенка в санаториях выделяется 750 рублей, в оздоровительных лагерях 536. Общий бюджет детской компании в этом году более 200 миллионов. До конца нынешней недели Республиканская комиссия проверит готовность лагерей отдыха. А первая смена начнется уже 2 июня. Ну и мне сообщают, что у нас готов сюжет о шествии, которое сегодня прошло в Нальчике и было приурочено к годовщине Кавказской войны. Альберт Корцаев продолжит. Акция, объявленная как шествие молодежи, собрала сегодня людей всех возрастов. Многометровый адыгский флаг развернули на исходной точке УЖД вокзала и пронесли по главной улице города. Поначалу в процессе участвовали чуть больше сотни, но чем выше по проспекту, тем больше людей присоединялись к шествию. Все те, для кого 21 мая – не просто дата в календаре. Для меня это действительно траур, большое горе для моего народа. Уже в сквере свободы, возле памятника жертвам Кавказской войны, власти и общественность собрались на траурный митинг. Столетняя война стала для наших народов тяжелым испытанием, говорили они. Каждый, кто мог держать оружие в руках, защищал свободу родного края. Многие ценой собственной жизни. По всем погибшим, главный муфти республики, прочитал Дуа. Сегодня адыгский народ разбросан по всему миру. Сирия, Иордания, Турция, Эмираты – это лишь малая часть стран, где сегодня живут потомки мухаджиров. По традиции, ровно в 12 часов по Москве адыги по всему миру объявляют минуту молчания. Количество погибших в столетней войне доподлинно неизвестно. Почитать урон, который она нанесла генофонду кавказских народов, невозможно. Но сегодня на нашей земле царят мир и согласие, сохранить которые обязаны ныне живущие. Она сильно, тяжело ударила по генофонду к народам Кавказа. Но более всех пострадали и понесли жертвы адыгские народы. Нужно помнить о прошлом. Слава о предках в войнах должна передаваться из поколения в поколение. Ради будущего, говорили собравшиеся. Альберт Корцаев, Асламур Захандоха, Вести Кабардино-Балкария. И к настоящему часу это вся информация. Следующий наш выпуск смотрите в 17.30. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА